Роспотребнадзор всерьез взялся за американский фастфуд, проверяют рестораны Макдональдс. Сейчас как минимум в девяти регионах претензии санитарного порядка прозвучали сначала в Москве. Что-то не то нашли в общепите, несколько заведений закрыли, в том числе в самом центре, в первом Макдональдсе Советского Союза. Очень ли расстроились клиенты? В столице еще более ста точек, а бороться с калорийным питанием пытаются и в самих штатах. Екатерина Иванова разбиралась. К самому первому в России Макдональдсу на Большой Бронной народная тропа еще долго не зарастет. Объявление на входе закрыто по техническим причинам, а нарушение санитарно-эпидемиологических норм ни слова. С пищевым гигантом Роспотребнадзор борется уже давно. Штрафы, предписания, иски в суд, но все без толку. Два года назад сеть ресторанов быстрого питания была на грани закрытия. В Москву даже прилетали представители из Америки. Пообещали навести порядок и продолжили экспансию в регионы. Из провинции раздались первые тревожные звонки. Краснодарский край. Нашли кишечную палочку. В Великий Новгород. Составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Снова опасные бактерии, да и калорий больше, чем указано на упаковке. Свердловская область. Пожаловались на качество продукции уже сами клиенты. Сначала у меня дважды, все там наггетсы, она отравилась, потом я, потом еще несколько знакомых сюда. И вот, наконец, скандал фидерального масштаба. Роспотребнадзор закрыл 4 ресторана в Москве. Правда, один из них продолжает работать. Администрация запрете ничего не знает. Управлением Роспотребнадзора по городу Москве при проведении контрольно-надзорных мероприятий с отбором образцов сырья, пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды в отношении предприятий быстрого обслуживания «Макдональдс» 18-20 августа 2014 года выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В корпорации все нарушения обещают устранить. Правда, в комментариях никакой конкретики. Кто и что нарушил. Молчат. Главный приоритет «Макдональдса» – это предоставление качественной и безопасной продукции. Также мы будем продолжать заботиться о наших сотрудниках и делать все возможное для продолжения успешной деятельности нашей компании в России. Любители фастфуда новости о закрытии любимых кафе восприняли неоднозначно. Это лучше, чем чебуречная или сосисочная какая-нибудь наша российская. В последнее время мне кажется, что качество упало продукции. Просто нужно об этом не думать. А если думать о том, что я ем, будет очень плохо. Вот американец Лэнс Леверет думал было отобедать в родном Макдональдсе, но в итоге отправился есть хачапури. Большинство американцев едят в Макдональдсе все реже и реже. Люди заботятся о своем здоровье, предпочитают здоровую пищу. В борьбе с ожирением все средства хороши. Почитали за океаном и задолго до нашего Роспотребнадзора начали настоящую травлю биг-магов и чизбургеров. Известный кулинар и телеведущий Джейми Ольвер даже наглядно продемонстрировал, из чего делают котлеты. Это отходы мясного производства. Мы промоем эти обрезки мяса, которые мы прокрутили водным раствором аммиака. Не знаю, сколько нужно воды. Суть в том, что они промывают мясо, чтобы уничтожить кишечную палочку, сальмонеллу и другие патогены. Собачий корм делают по похожему рецепту. Корпорация подала на шеф-повара в суд, но иск проиграла. Видимо, и в самом деле. Все не так вкусно и полезно, как указано на упаковке. Фастфуд, прежде всего, вреден тем, что имеет несоответствующую калорийность и содержит так называемые трансгенные жиры и насыщенные жирные кислоты, которые дают большую нагрузку на печень. Слухи о массовом закрытии ресторанов американского происхождения явно преувеличены, заверяют в правительстве. Такие же проверки Роспотребнадзор проводил и 10 и 15 лет назад. Проверки осуществляются в соответствии и с планами, с некоторыми выявленными случаями нарушения санитарно-педагогического режима. А по всей стране есть планы проверять предприятия? Тотального плана нет. Так что даже страшилки о санкциях особого ажиотажа в работающих кафе не вызывают. Наелись. Это вам не 90-й год, когда в стране открылся первый зарубежный фастфуд. В очередях тогда стояли по несколько часов.